Вчера поздно вечером здесь возникла угроза остановки машин скорой помощи. Палаты, палаты, кто свободен? Отзовитесь. Палаты, кто свободен? Обычно с 12 дня до 24 часов, в самое горячее время, на линии работают 20 машин, или как их здесь называют палат. Из-за нехватки денег, медики задолжали автобазе, а та в свою очередь нефтебазе. Миллионы рублей. В итоге была прекращена подача бензина. Говорит главный врач станции скорой помощи Фаина Казицына. Но другого выхода, кроме как собрать наличные деньги и купить бензин, не было. Что, мы же знаете, мы же скорая помощь, мы же из всех ситуаций выходим. 22,5 тысячи мы нашли денег. Ну, это наша проблема, как мы нашли наличие вечером. На эти деньги мы купили бензин, заправили машины и отработали до утра. Если бы мы этого не сделали, то с 18 до 24 у нас было 92 вызова, с 24 до 8 утра у нас было 58. То есть 150 больных не получили бы своевременную помощь. Да. Да. И сегодня на приобретение бензина водителям выдавали наличные деньги. Но далеко ли уедешь на 10 литрах? Что будет к вечеру, я не знаю. До обеда мы будем с бензином. С обеда можем остановиться. Так считает начальник автоколонны скорой помощи Виктор Юшков. И все же скорая продолжает работать. Продолжение следует...